Доброй ночи, драгоценные! Как радостно, что мы еще можем собраться! И мы молодцы, что здесь встретились, молиться в такое время. И когда пошли вот эти вести, что нам сейчас молиться нужно будет в домах, сейчас трансляция будет. И во всех церквях сейчас люди смотрят по трансляции, всеслужения. Особенное такое время, когда Господь говорит к сердцам, когда больше времени общения с Ним. Когда мы можем молиться, но желательно не из страха, не из-за того, что нам страшно, а из-за того, что мы просто послушны, из-за того, что мы в покое, в шаломе. Но мы ходатайствуем за весь мир, ходатайствуем за людей, которые сейчас погибают. И вот это время, когда Господь может говорить особенно к нашему сердцу. И то, что я сегодня написала, это «От сердца к сердцу» картина называется. Сейчас я зачитаю несколько мест писания, которые мне так пришли. «И он будет судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на оралы и копья свои на серпы». Сейчас о войне забыли. Сейчас все думают только о вирусе, о том, как спасать народ. Поднимется на «Кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий. Сейчас будут плавиться сердца, преклоняться каждое колено, и как щелок очищающий Господь очистит народы и племена от всякой скверны. «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его». Исайя 2, 10. И вот особенно это место, которое меня коснулось, из Исайя 26, 20. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Мы помазываем косяки наших дверей, мы помазываем косяки нашего разума, чтобы никакой страх туда не входил. Мы помазываем косяки нашего сердца кровью Христа. И вот здесь я изобразила, что от сердца к сердцу Господь смотрит на наше сердце, и мы смотрим на Его сердце. И сейчас есть еще трансляция, слава Богу, за интернет, но вдруг может приключиться такое, что трансляции не будет. И каждый праведный своей верой жив будет. И тогда нам особенно важны и ценны вот эти отношения с Богом. Вот эта тайная комната, когда мы можем говорить с Ним от сердца к сердцу, когда мы можем углубиться в Его сердце, и какие бы вихри, какие бы завихрения не происходили, мы можем просто пойти в эту глубину, глубоко-глубоко заглянуть в Его сердце. И Он глубоко-глубоко смотрит в наше сердце. И есть такое слово... Сейчас я минутку его найду. Не тревожься ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу. Тогда мир Божий, мир, который выше человеческого понимания, сохранит во Христе Иисусе ваши сердца и ваши мысли. Мы желания открываем, чтобы Он сохранил, чтобы Он еще что-то сделал, да? И тогда приходит мир. Не то, что эти желания прямо сразу, может быть, исполняются, но в наши сердца приходит мир. И этот мир Божий, Он сохранит нас во Христе Иисусе. И Его кровь, которая очистила нас, которую мы сейчас принимали, которой мы помазываемся, эта кровь, она просто очищает и атмосферу вокруг. Когда мы пропитаны вот этим общением с Ним, вот этой любовью от сердца к сердцу, когда течет Его любовь к нам и наша обратно, Господь ищет человека. Он хочет найти верное сердце. Он хочет найти сердце любящее, сердце милующее. И сейчас пошло такое движение, меня сегодня это порадовало в новостях. Люди, которые уже вылечились от коронавируса, которые уже имеют к нему иммунитет, они идут и начинают помогать, начинают спасать других людей. Поднимается молитва. Сегодня воззвание было от православных, от афонских монахов. Молиться в 22 часа они призывают всех христиан молиться. И это прекрасно, что они тоже призывают всех молиться, к особой молитве. Причем всех христиан, любых конфессий. И они там говорят, можно молиться своими словами. Для них это большой шаг. И вот сейчас то время, когда преклонится каждое колено перед именем Иисуса. Всякое колено преклонится. Врачи преклоняются в молитве. Страны преклоняются в молитве. Из окон звучит молитва и звучит песня. И это то время, когда Бог будет говорить к нашему сердцу. Когда Он глубоко-глубоко будет смотреть в наше сердце. И когда мы можем глубоко-глубоко заглядывать в Его сердце. И когда потечет этот поток, поток этой любви, ни тревоги какой-то, ни какого-то страха. А вот этот мир Божий, когда нас наполнит, тогда мы придем в этот мир, укрывшись на краткое время. Чтобы сейчас просто не распространялась эта зараза. Но укрывшись на мгновение, мы выйдем в силе. И это будет как раз время пробуждения. Время. То, когда мы можем в силе идти, и говорить, и любить. Не на это ли время мы и призваны. Не на это ли время? Раз мы родились в это время, Господь нам дает эту силу. И сейчас время укрепиться. Время укрепиться в домашних группах. Время укрепиться в тайных комнатах. Время укрепиться в духе. Время укрепиться в отношениях с Господом. И вот эти отношения от сердца к сердцу. Здесь брыжущая кровь Христа, которая брыжет на все сферы нашей жизни. Я благословляю всех нас иметь эти живые добрые отношения от сердца Богу к сердцу человека. Благословляю нас всех. И весь мир этим словом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok